Последнее, что нам с вами необходимо сделать, это посмотреть лексический минимум данного урока и разминочные упражнения. Лексический минимум совсем небольшой, но давайте пройдемся по нему, обращая внимание на, в том числе, на орестные формы. Итак, первый глагол – аго. Мы уже с унаго глагол встречали, поэтому аго – это просто то же самое без приставки. Но теперь пришло время его выучить. У него значение «веду», «привожу», «иду», корень «аг». Что касается его формы. Будущее время – аксо, гсдалекси, аорист, эгагон. И мы на примере глагола сунаго обсуждали так называемое атическое удвоение. К счастью, кроме как вагому, больше его нигде не встретим, поэтому просто можете эгагон заучить и все. Ну или сунэгагон для глагола сунагва. А теперь, что касается формы страдательного залога ореста. Да, я, кстати, не сказал, это важная информация. В стандартном списке из шести форм страдательный залог ореста на шестом месте. Ну так, исторически это, в основном, случилось, что вот шестая форма – это форма страдательного залога ореста. Эхтэн. Мы уже обсуждали немного, да. Глагол альфа удлинилась в эту, г под влиянием придыхательной т превратилась в х, и аго превратилась в эхтэн. Все по правилам, хотя, конечно, может быть, трудновато форму узнать. Хайма – кровь. Если вы хайма прочитаете по-византийски, хэ как гэ, и дифтонг ай стал читаться как гэ, гема, тот гемоглобин, гематоген и многие другие слова. Хэкастос – всякий каждый. Хематион – одежда. Ну, да, гемати, может быть, в какой-то исторической литературе встретите слово. Ну, если вы его знаете, оно поможет в запоминании. Следующее. Орос – гора, холм. Помните слово аорист. А-ор-ист. В древности горы служили границами, поэтому от слова гора, холм, произошло слово граница. А – отрицательная приставка, аорист не ограничен. Поэтому вот по аналогии с аористом, может быть, вы запомните, ну, или, опять же, отталкиваясь от значения граница, решение древних церковных соборов называли оросами. Собор решает, где граница между истиной и ложей. Он прокладывает вот эту границу, разграничивает. Ну, опять же, вот так орос как граница легко запомнить, ну, а здесь вот гора холм в заветном употреблении. Хупаго – ухожу, иду. Ну, это глагол аго с приставкой, но так как в аористах там и тогда в будущем не употребляется, тут с формулой проблем не будет. Фабеумай – боюсь, фобия – вот такое вот слово для запоминания. Мы так скользко это слово уже упоминали. Во многих словарях, кстати, приведена форма не фабеумай, а фабеума. Вот не все считают его отложительным глаголом, но в Новом Завете формы действительного залога нет. Что касается формы аориста – фобетер. В аористе он встречается только в форме страдательного залога, который можно считать ложительным, ну, или который можно считать как указывающий вовлеченность боящегося в боязнь. Ну, переводится просто, да, в настоящем боюсь, а в аористе боялся или испугался. И последний глагол хайро с корнем ха – типично в настоящем времени добавляется йота, которого в других временах нет. А в аористе у него форма э-а-рэн. Это форма второго аориста, то есть нет суффикса «т», просто есть «рэн». Ну, и в аористе у него не используется форма действительного залога, есть форма только страдательного залога, которая, ну, в любом случае имеет значение «радовался», «обрадовался», поэтому ее можно либо назвать отложительной, либо говорить, что в аористе вот эта вовлеченность человека в то, что он радуется, вот явно повлияла на форму этого слова. Но так или и так вы будете говорить – это ваше дело. Главное, запомните, что э-хар-эн в аористе, ну, и там, или соответствующая форма будущего времени, она в любом случае будет вот по форме страдательного. Совсем немного слов вам нужно выучить в рамках этого урока, но много другого материала, может быть, не очень простого, поэтому небольшое количество слов пусть будет вам утешением. Ну, и нам, конечно же, надо учиться узнавать формы страдательного залога. Лучше учеба – это работа с греческим текстом, так что вам есть домашнее задание. Сейчас мы посмотрим разминочное упражнение, все остальное вы делаете сами, ну, и смотрите потом на сайте курса мои комментарии. Итак, в разминочных упражнениях первое предложение – «Аутос эгерте аптон некрон». Он, эгерте, это эгейро, но идет в настоящем времени, в других временах эгер, в страдательном залоге, он был воскрешен из мертвых. Бетта, эгейсой, лалэ тесэтай, перри ауто. Лалэ тесэтай, форму будущего времени, видите, лалэ, ну, эпсилбета удлинилась, тес, образующее время, и этай, окончание, первичное окончание среднестрадательного залога, третье-единственное, там тебе будет сказано о всем. Будьте внимательны, вот, в переводе страдательного залога, там тебе будет сказано о всем. Это, опять же, будущее время, видите, тесэтай очень характерное, г превратилась в х перед образующим временем, будет проповедана эта Евангелие. Дельта. Эпикритэ, так уже знакомо, просто теперь с большим смыслом вы можете смотреть на это слово. Теперь, Эпикритэ, артикльс, Дэ и перед глаголом, обычно переводится личным местоимением, здесь женский род, поэтому она ответила и говорит ему, Господь. Энтутуэ, эдоксастэ, хо, патэ, мо. Эдоксастэ, э, превращение, доксал, ну, д превратилась в сигму перед образующим временем, ну, и тер, это аорис страдательного залога, в этом будет прославлен Отец мой. Эдоксастэ, хо, ойкос мой, ойкос, хосоухэс, клетэсэтай. Клетэсэтай, корень клэ, вот, калео, в аорис страдательном залоге, корень клэ, ну, и в будущем, соответственно, это того же основообразуемо, тэсэтай окончание будущего времени, поэтому будет назван. У вас тут смазочка есть в рабочей тетради, говорится о том, что в страдательном залоге глаголов типа калео выступают как аналог глагола связки ими. Что имеется в виду? Подразумевается, что при них будут именительные падежи. в греческом тексте, то есть, дом мой, дом молитвы будет назван. Ну, это пока падежи сохранил в переводе, они все именительные, но в русском при глаголе связки не обязательно только именительные, очень часто творительные падежи, ну, и при глаголе называть уж тем более, вот два именительных падежа звучат диковатые. Поэтому мы можем трансформировать падеж в соответствии с новым русского языка. Дом мой, домом молитвы будет назван. И последнее. Хотедэ, эксэблэээ, хоохлээс. Эксэблэээ. Глагола балла, страдательному аористу корень бле. Булла хорошо видна, ну, эк приставка, эк балла, и здесь аорист страдательного залога, третья, единственная, будет выброшена, да? Тогда будет выброшена толпа. Ну, будет выгнана, наверное, толпа. Ну, примерно вот так. Будьте внимательны, обращайте внимание на суффикс «эта», «тэ», не путайте там будущее с аористом, страдательное переводите «страдательным». В домашних упражнениях каких-то вот экзотических вариантов, когда страдательное – это вовсе не страдательное, не так много, но будьте внимательны к всем глаголам, ну, и отрабатывайте навык распознавания работы с текстом. А сейчас спасибо за внимание, благословения!